Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус, Алексей, личный позывной радио 3, Павел Леонид Николай. В это непростое время, ну, наверное, да, это стандартное такое приветствие для всех блогеров, в это непростое время, вот. Вот, как-то, знаете, ноль политики, ноль политики, я категорически не приветствую это, ни на своем канале, ни в Телеграм, ссылка есть в описании, ни где бы то ни было еще, тем более, что радиолюбительство это вещь такая, как сказал Попов, я радио сделал для того, чтобы оно людей объединяло, а не для того, чтобы там люди ссорились и так далее. Давненько не заглядывал на 7,55, если кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста, вырубили это черта или нет. Если нет, пожалуйста, передайте войскам России, что вот есть такая фигня, надо триангулировать, обязательно это дело выпилить. И я готов лично, наверное, посодействовать тому, чтобы оборудование, оборудование там явно неплохое, попало в хорошие руки, в первую очередь, на какие-то детские коллективные станции, ну, например, в Ознакаево или куда-то еще. То есть, вот, это гораздо более правильное применение такому радиооборудованию. На этом о политике все. Я, друзья мои, подумал вот что. Ну, действительно, а что такого могу я рассказать кому-то, что еще кто-то не знает. И тут вот до меня дошло, знаете. Вот как раз в это непростое время, если хотите, сейчас возникнут очень серьезные сложности с приобретением. Ну, на самом деле, я вот этого не понимаю, но, тем не менее, такое вот есть. Могут возникнуть сложности с приобретением антенн, как бы это по-тупому не звучало. Ну, есть люди, которые предпочитают купить и не париться. Вот, есть такое. Ну, а для тех, кто все-таки предпочитает работать головой и руками, я вот, наверное, вот это видео будет полезно. Оказывается, даже спустя, наверное, лет 10 эта программа существует, Managal, ну, или другие, скажем так, NEC-ориентированные, как это, оболочки для движка NEC. То есть, для расчетов именно таких вот математических полей, как это, для численных, не так, для использования численных методов вычисления полей напряженности для каких-либо источников. Вот так, наверное, правильно сказать. То есть, программы, которые более-менее человеческий ввод понимают, осуществляют совершенно шаманский математический анализ, численные методы и все такое. Вот, и выдают снова в человекопонятном виде результат. Да, в общем-то, вот, что такое MANA и есть. MANA это антенный анализатор, ну, точнее, антенный проектировщик, если хотите. Ну, и, соответственно, предсказатель диаграмм направленности, напряженности полей и так далее. То есть, программа, которая очень-очень-очень серьезно позволяет упростить расчет, проектирование и, в общем-то, практически воплощение в железе тех или иных антенн. Давайте сразу оговоримся вот о чем. Для чего подходит и для чего не подходит. Дело в том, что все NEC, базированные программы для анализа и разработки антенн, работают на теории... Ну, неправильно сказать, не могу это сформулировать правильно. Я, к сожалению, все-таки радиотехническое образование так и не получил в свое время. В общем, работает на длинных линиях. Что это такое? Это когда мы строим все математические модели, опираясь на то, что у нас все, что нас окружает, состоит из линий. Просто из линий, из прямых. Даже окружность — это просто, грубо говоря, бесконечный набор соединенных между собой, пусть даже практически со 180-градусным углом между ними. Ну, бесконечно близким к 180 углам линий. Вот. Ну, или отрезков, если хотите. Вот. То есть, даже кольцевая антенна все равно будет представлена в виде бесконечного количества... Ну, конечного, на самом деле. Конечного количества отрезков прямых. Вот. Ну, и на основе всего этого будет произведен расчет. Он будет очень и очень близок. Вот как раз для расчета именно проволочных антенн, для расчета трубчатых антенн, эта программа вполне себе подходит. Для чего она не годится? Она не годится для очень коротких антенн. Вот. Ну, и что понимается под длинной антенной? Под длинной и тонкой антенной понимается, в принципе, любой проводник, который соответствует очень простому правилу. Это диаметр значительно, значительно, в десятки тысяч, ну, в крайнем случае, в тысячи раз меньше, чем длина самого провода. То есть, вот, если мы возьмем, скажем, трехметровый диапазон вещательный, то есть, грубо говоря, 3 метра, это 100 МГц, трехметровый вещательный УКВ диапазон, FM диапазон так называемый, мы получим расчет четверть волнового штыря, как несложно догадаться, 3 метра, да, четверть волны, где-то там, ну, 76 сантиметров с учетом укорочения. Так вот, 76 сантиметров, чуть такое, это вот длина плеча диполя, например, полуволновой, это где-то вот, ну, 76 плюс 76, да, получается 152, ну, вот, где-то так. Где-то 74 там будет, 76, 77, может быть, ну, в зависимости от того, в какую часть диапазона нам надо попасть. Так вот, если мы будем делать эту антенну из трубки, ну, допустим, 8 миллиметров, да, или из прутка 6-миллиметровой, или даже из проволоки, это все-таки тонкая антенна. Здесь, конечно же, на таких вот величинах соотношение, то есть, несложно догадаться, да, 8 миллиметров и, например, 750 миллиметров, да, разница получается примерно в 100 раз. Ну, в принципе, это неплохо. Вот для таких антенн мана подходит. А вот если меньшее соотношение, ну, например, скажем, труба 50 миллиметров, а нам нужно сделать антенну на диапазон, скажем, ну, допустим, там, 50 сантиметров, вот от балды возьмем, диапазон 50 сантиметров, и при этом у нее 50 миллиметров, ну, тут надо понимать, да, что соотношение уже получается всего лишь 1-10, то есть, ну, вот, все. Вот здесь, к сожалению, мана уже будет непригодна. Она даст очень-очень-очень-очень неточный результат, и, соответственно, здесь лучше использовать движки, которые производят расчеты и анализ поверхностей. Есть такие программы, но в радиолюбительской практике в этом смысла нет, потому что, ну, несложно догадаться, мы не работаем на частотах выше 30 МГц, ну, где-то работают, там, на 50 МГц, так называемый 6-метровый диапазон. Ну, опять же, ну, 6 метров, да, надо понимать, тут пруток, там, или трубка, там, 8-миллиметровая, вот, это все-таки длинная тонкая антенна, можно сказать. Да, там коэффициент, там укорочение будет проявляться в значительно большей степени, чем для, ну, скажем, проволочного диполя на 160 метров, когда там плюс-минус метр все равно-то попал куда надо, вот, это нормально, вот. А там, да, там уже вот миллиметры начинают играть роль, и вот, кстати, именно здесь мы и сталкиваемся с такой штукой. А, я сделал антенну на 70 сантиметров, там, на 430 МГц, я сделал на 70, там, сантиметровый диапазон, и вот она у меня прям, ману, совсем не точно. А из какой, из чего ты сделал? Ну, из 12-миллиметровой трубки. Чувак! Да? Надо понимать. Конечно, конечно же, конечно, во-первых, ты, скорее всего, неправильно что-то там посчитал, во-вторых, ну, надо понимать, что здесь численные методы, это не панацея, численные методы, это очень приблизительный расчет, многоиторационный приблизительный расчет. Вот, то есть, ну, скажем, там, 4-миллиметровая, там, проволочная антенна на 70 сантиметров, без проблем, мана все равно посчитает точно. Но когда ты будешь делать ее из какой-то толстенной трубы толщиной в руку, ну, конечно же, это будет неправильно. Ну, и переходим, собственно, к самой программе. Я надеюсь, здесь понятно, да, то есть, мана, в первую очередь, пригодна для длинных антенн, для длинных тонких антенн, вот так, то есть, все, что мы делаем из полевого кабеля телефонного, все, что мы делаем, там, например, из монтажного провода, все, что мы делаем даже гнем какие-нибудь просто толстые алюминиевые или медные провода, там, вот эта вот лапша, или даже, там, может быть, и не совсем лапша. Ну, вот, тем не менее, вот для этого мана подходит практически идеально. Самое главное, она, причем еще и она и бесплатна, в отличие от множества других конкурентов. Ну, и переходим, собственно, к программе. После запуска мы видим основное окно программы, которое, это, на самом деле, не основное, но это вот представление, вот такое, визуальное, человекопонятное. Три оси, да, потому что мы всегда оперируем в пространстве в некотором, и, соответственно, в этом пространстве эта антенна будет моделироваться. Вот мы имеем оси, само собой, Z, то есть, по вертикали ось, Y и X, это по горизонтали оси. Ну, понятное дело, мы оперируем самой обычной декартовой, и вклидовым пространством, если хотите, и декартовыми координатами в них. Но при этом мы можем использовать еще и полярные координаты, то есть, если это удобно, если это интересно и понятно человеку, то без проблем, программа может оперировать и ими. Это мы находимся на вкладке вид, которая открывается всегда после запуска программы. Сейчас здесь ничего, кроме осей, нет. Мы можем полностью вращать, как угодно, тут крутить, вертеть, смотреть, поворачивать. Как хотим. Вот. Ну, давайте вот направим ось X к себе, а ось Y вправо, да, вот, чтобы было понятно, да. Вот такая вот проекция, вот, например. И вот теперь будем строить это все. Почему ось X к себе? Дело в том, что изначально углы поворота при расчете диаграмм направленности всегда считаются вдоль оси X в положительную сторону. То есть, это вот, получается, прямо в нас, прямо в лицо будет смотреть диаграмм направленности антенны. По умолчанию. Мы, конечно же, сможем вот на вкладке диаграмм направленности выбрать свой угол какой-то там, или указать его при расчете, вот, в вычислениях, какой угол нам нужен, или в установках указать, куда там нам максимум искать. Но, тем не менее, стараемся располагать антенну так, чтобы предполагаемый, предполагаемый максимум излучения, или там вот основной лепесток диаграммы приходился вот вдоль положительной части оси X. Ну, можно отрицательной, но это не важно. Главное, в общем, чтобы вот сюда вот куда-то вот лепесток вот так вот и выходил. Вот и все. Ну, и, конечно, оперировать мы будем в первую очередь на вкладке геометрии. Вообще, мы работаем с программой практически всегда в численном виде. Мы не можем просто так взять антенну, вот здесь сделать, вот, где она. Никак. Это не пейнт. Все, что мы можем делать, это вот брать и вращать оси. Ничего другого мы делать не можем. А основная работа будет происходить на вкладке геометрия. Ну, и, как я сказал, мы оперируем декартовыми координатами, декартовой решеткой в эвклидовом пространстве. X1, Y1, Z1. Это начало. Причем, видим, в скобках указаны метры. Мы можем это и в настройках изменить. Можем оперировать в лямбдах. Тогда, видите, меняется вейвленс. Вейвленс, да, там, в лямбдах. Вот. Ну, если кому-то это действительно удобно. Ну, проще всего, наверное, в метрах. Потому что это сразу так же чисто понятный человеческий язык. X2, Y2 и Z2. Это, соответственно, конец отрезка. Все. И вот мы оперируем исключительно отрезками. То есть здесь сдается прямая в пространстве. Отрезок в пространстве. Между двумя точками. Это первая точка, первые координаты. Начало. А это координаты конца. Все. Ну, и, соответственно, радиус того тонкого провода, который мы используем. Обратите внимание, если все остальное в метрах, опять же. Потому что мы все-таки оперируем, наверное, короткими волнами. То есть от 160, будем говорить, и до 10 метров. То есть в метрах удобно. То провода, конечно же, в миллиметрах. Вот. Количество сегментов мы трогать не будем. Дальше. Вот здесь мы произведем это все дело. Ну, и трогать больше, в принципе, здесь ничего не нужно. До тех пор пока непонятно. Имя антенны мы можем задать абсолютно любое, которое будет нам понятно. Ну, давайте вот назовем антенну «Мой первый дипль». Да? Вот. Пусть будет так. «Мой первый дипль». Здесь у нас по умолчанию 14 МГц выбран диапазон. Ну, так неинтересно будет. Давайте выберем 750 частоту. Вот. Частота может быть задана любая, задается через десятичную точку. Да, вот не знаю, почему вот, товарищ Гончаренко, ну, что за глупость? Запятая в России. Я понимаю, что у вас позывной, Дельта Лима, все такое, но, блин, запятая все-таки, а не точка. Вот. Поэтому давайте все-таки в систему интернациональ играть, скажем так. Вот. Ну, тем более в свете последних событий. Запятая, короче, здесь должна быть, уважаемый. Вот. Но, тем не менее, мы можем, вот, используя десятичную точку, задать абсолютно любую. Не обязательно, вот, там, 150, вот, чисто выпадающий список. Нет. Ну, например, будем рассчитывать. Давайте ради интереса зададим какую-нибудь частоту, ну, вот, прямо вот упоротую-упоротую. Давайте возьмем, ну, для примера, это будет многим интересно, 7074. Все. Это вот точная абсолютно частота. Вот основная, да, вы видите, подсказочка появляется. Основная частота, на которую будет рассчитана эта антенна, 7074. Килогерца, ну, 7074 килогерца, ну, или 7074 мегагерца. Здесь ничего не появляется. В вычислениях, в вычислениях мы задаем, в первую очередь, параметры земли, высоту антенны установки. Да, это важно. При проектировании антенны считайте, что собираете вы ее на земле, а высота играется здесь. То есть, видите, да, вот, опять же, всплывающая подсказка добавляется ко всем Z-координатам. Вот, то есть, это вот конкретно высота антенны после того, как она будет поднята над землей. И материал. Материал, само собой, нам позволяет выбрать любой. Это, в первую очередь, удельное сопротивление, волновое сопротивление материала по поверхности. Скин-эффект также здесь более-менее учитывается, но надо понимать, опять же, ну, если вы промахнетесь, там, вместо медного прутка выберите медную трубку, результат будет отличаться, там, на какие-то доли процента. Это вот в самом страшном случае. Конечно, железо выбирать не имеет смысла, но будем считать, что мы делаем антенну из меди, да, давайте сразу зададим. А мы будем делать антенну из меди, ну, и, например, да, действительно, пусть будет на высоте 10 метров над землей. Опять же, можно выбрать, можно задать свою, там, чуть ли не с точностью до миллиметра, как несложно догадаться. Смысла в этом особого нет, но учтите. При проектировании всегда привязываемся к местности, если есть какой-то перепад высоты, это все мы в будущем разберем. То есть, если антенна наклонная, например, все это мы попробуем, безусловно, учесть. Ну, а пока-пока, вот давайте на конкретной частоте 7,074, на высоте 10 метров, чисто из меди. Вот, видите, да, тут как раз всплывающее удельное сопротивление, там, и так далее. Вот, вот это, это. Дальше, конечно же, идеальная земля, реальная земля и свободное пространство. Если мы выберем свободное пространство, в этом случае высота отключается сразу. То есть, предполагается, что Земли, в принципе, нет, и антенна находится, условно, в вакууме в космосе. Это такая сферическая антенна в космосе. Ну, и, конечно, в данном случае сразу же заработает такая интересная функция, как сравнение с изотропным излучателем. То есть, с условным точечным источником, идеально согласованным на эту же частоту. Вот, тогда мы сможем получить, например, сравнение с диполем. Вот, с изотропным диполем. И вот, кстати, если мы посмотрим в результатах расчетов, тут появятся результаты расчетов. Частота, там, сопротивление, активное, реактивное сопротивление, комплексное. Вот эта вот часть импеданса, йодзнак. Вот, ну, точнее, GX. То есть, ну, в общем, мнимая часть импеданса КСВ для некоторого волнового сопротивления фидера. 50 его можно также выбрать, кстати. Это тоже все покажу. И вот у нас два интересных. GA и GH. Да, то есть, GH, это, понятно, измеряется в ДБД. Это децибел относительно диполя. Вот, видите, да? По сравнению с... Где-то тут была всплывающая. В общем, это по сравнению с диполем в свободном пространстве. А ДБИ, это по сравнению... Это вообще не сравнение. Это вот с изотропным излучателем, в общем. Здесь чистое. Оно будет, разумеется, отличаться вот это от этого. Во, опять. В свободном пространстве, видели, да? Ну, так вот. А вот это в ДБИ, это без учета как раз вот вычета усиления ДБД, скажем так. И разница будет составлять там примерно... Ну, примерно 2,3-2,4 децибела разница. То есть, когда мы рассчитываем антенну, и она показывает у нас не ДБД, а ДБИ, надо понимать, что нужно выкинуть 2,4 децибела от того, что здесь насчитано. Вот. Ну, это что касается вкладки вычислений. Ну, а здесь в диаграмме направленности мы получим горизонтальную круговую диаграмму направленности. То есть, это вот по азимуту. А здесь вот в вертикальной плоскости вертикальный разрез по возвышению. Ну, по возвышению, по высоте над горизонтом, то есть по углу излучения в горизонт, скажем так. То есть, это горизонтально 0, то есть влево-вправо, а вот это строго вертикально вверх. Вот. Ну, как несложно догадаться, здесь в EOS есть X, Z, а здесь Y, X. Вот, то есть, ну, несложно догадаться, ось Z находится вот здесь, и она пронизывает от взгляда и туда в бесконечность. А здесь наоборот, здесь ось Y проходит насквозь, вот эту диаграмму через центр. Вот и всё. Ну, поехали, давайте наш первый дипль сооружать, да, вот у нас простейший расчёт. С интерфейсом мы вроде посмотрели, простейший расчёт. Поехали. В геометрии нам нужно задать самое простое, да, вот дипль. Мы знаем, что на частоте, условно, там, 7 МГц, это диапазон 40 метров, ну, логично предположить, что дипль будет иметь минимально эффективный, минимально резонансная длина дипльного вибратора составляет пол длины волны. Не сложно посчитать, что, там, делим 300 на 7, да, получаем, грубо говоря, сколько, 4, 40, 41 метр, грубо говоря, 41 метр. Ну, вот, ну, и, соответственно, пол волны, это примерно 20 метров. Вот, давайте считать, 20 метров, да, нам нужно, чтобы здесь антенна проходила вот так вдоль оси Y, перпендикулярно оси X. Почему? Ну, потому что дипль, вроде как, излучает, в первую очередь, как это, под 90 градусов вдоль своей оси. Вот, ну, и давайте, соответственно, это дело вносить. X мы трогать не будем, оставим X нулями, потому что по оси X у нас дипль изгибаться не будет. Ну, и, само собой, начальная точка, допустим, минус 10 метров, оконечная точка плюс 10 метров, то есть просто 10 метров. Ну, и радиус проводника 0,8 миллиметра. Нет, это не годится, будем считать, что мы делаем, например, антенну из толстой полёвки. Условно-условно толстая полёвка по поверхности имеет что-то около 3 миллиметров. То есть, ну, давайте, внесём сюда полтора миллиметра. Радиус, учтите, это радиус, радиус, не диаметр, радиус. То есть делим пополам. Количество сегментов оставляем минус 1. Это наиболее удобно. В этом случае антенна будет сегментироваться автоматически. И, соответственно, что такое сегменты, это мы потом посмотрим. В принципе, ничего сложного в этом нет, но иногда вызывает некоторые трудности, особенно, когда мы делаем многодиапазонные антенны. Вот. Ну и всё, собственно, вот мы теперь, что мы построили? Вот если вот так посмотреть, да, если всё в порядке с воображением и более-менее с геометрией всё дружили, да, мы понимаем, что вот из этих шести координат мы видим, что вот на высоте 0 вдоль оси Y проходит луч или отрезок от минус 10 метров до плюс 10 метров по оси Y. Смотрим вкладку «Вид». Та-та-та-дам! Вот он он. Наша антенна нарисовалась. Мы можем изменить масштаб как угодно, там, приблизить, уменьшить, тут как хотите, да? Вот. Масштаб можем менять как нам удобно. Можем поворачивать антенну, смотреть, крутить куда угодно, опять же, лишь бы было удобно нам вот работать. Всё, собственно. Построена наша антенна, вот она. Как устроить теперь сюда точку запитки? А очень просто. Самый простой способ – это внезапно не ходить в геометрию. Несмотря на то, что у нас в геометрии указан вот он источник, мы его трогать не будем. Он у нас здесь появится сейчас сам. Самый удобный способ, наверное, установить точку запитки, где бы то ни было, в любой антенне, абсолютно любой, сложный, лёгкий, в смысле сложный или простой, вот такой же, как вот этот дипль, это просто выбрать нужный провод и сказать, где у него должна быть точка запитки. Дело в том, что у нас теперь, когда появилась антенна, хоть какая-то, в кадре, мы можем уже воспользоваться правой кнопкой мыши и контекстным меню. Щёлкаем правой кнопкой мыши и видим, что у нас появилось контекстное меню. Мы можем изменить описание провода. Мы можем сделать этот провод комбинированным. Ну, например, мы сделали, скажем, дипль надёнинка, например, делаем, да? И в качестве комбинированного провода, например, мы можем использовать какой-то толстенный из восьми полуалюминиевых, полустальных, полумедных, позолоченных. Что угодно. Всё это можно сделать. Вот установка комбинированного провода. Описание провода Снова, вот он, прям вот как несложно догадаться Декартова координата провода Вот они, да Оп, и вот длина, 20 метров Если мы начнем менять, например, здесь длину Вот смотрите, что будет происходить Оп, 15 метров, да, там, например 11 метров Автоматически меняются координаты Они автоматически изменятся и в геометрии В принципе, больше ничего пока здесь трогать не будем Оставим здесь 20, 20 метров Вот, это менюшка нам понадобится сейчас Давайте сделаем ради интереса 19 метров Оп, и видим, что антенна сразу как-то сократилась Ну, опять же, тут масштаб и не очень понятно, что произошло, да Ну и самое главное, источники, вот они Понятно, что самый простой способ сделать антенну Это самая простая антенна Это, конечно же, запитанный в середину полноволновой дипль В середину провода И вот он у нас, вот появилась точка Ну, тут невозможно приблизить, как видите Появилась точка, вот этот вот кружочек Это означает точку запитки Все, с этого момента у нас появляются кнопки оптимизации Правка проводов, правка элемента и кнопка пуск Самое важное, вот что у нас появилось, это кнопка пуск Теперь мы можем произвести элементарный расчет Что произойдет после нажатия на кнопку пуск Для данной конкретной частоты будет построена полностью математическая модель данной антенны, данного излучателя в свободном пространстве Сделанного из меди, там, то есть будет учтено вот это сопротивление, там, вот видите, да, проводимость, вся вот эта штука будет учтена И, конечно же, здесь появятся результаты расчетов Ну что, давайте произведем расчеты Бабах! И вот он, он, расчет практически готовый в свободном пространстве, как мы видим Чуть-чуть уступает диполю, ну вот, да, вот эта разница Чуть больше двух децибел разница, да, сколько тут, 2.1 получается 2.2, 2.15, что ли, да, или 2.25, ну, неважно, в общем Вот, в свободном пространстве у нас антенна будет иметь КСВ 6.6, это много 58 Ом и минус 117 Кстати, минус 117 говорит о том, что антенна короткая Но это неважно пока Вот, мы произвели самое первое наше вычисление Вот оно, можем повторять как угодно Теперь мы можем вот прям вот изменить, например, частоту поставить 7.0.50 И посмотреть, а что будет? Оп, видим еще, активное сопротивление упало Реактивное еще больше возросло, КСВ еще больше вырос Ага, ага, значит, надо немножечко с антенной играться И наоборот, мы можем, например, выбрать 7.150 или любую другую частоту Произвести, опять же, расчеты Видим, ага, сопротивление начинает расти Активное, реактивное начинает падать КСВ уменьшается Еще и при этом, видим, да, усиление растет Растет потихонечку усиление Ну и что, собственно Вот так можно многократно, мучая антенну Получить, в общем-то, какой-то результат И посмотреть на диаграмму направленности Добро пожаловать, это классическая диаграмма направленности восьмерки Диполя Вот именно такая она и есть Она круговая в вертикальной плоскости То есть такой тор, как мы видим, круг, да А вот в горизонтальном разрезе она, конечно же, восьмерка То есть у нас диполь, вот как вы помните, вдоль оси Y расположен То есть вот так вот он нарисован И он вот такой Ну и теперь можем даже, после того, как мы произвели какие-то расчеты на какой-то частоте Можем посмотреть 3D диаграмму направленности внезапно Та-та-да-дам Это тот самый тор, тот самый бублик Который Как раз и надет на антенну Помните, я об этом, кажется, говорил в одном из видео Когда делал Собственно антенну, показывал процесс изготовления Вот такая вот она диаграмма направленности Вот и все Но теперь это же еще не все, да Нам же надо как-то антенну-то подогнать Че за фокус-то? Это же как же, так же Это же, получается, для 50-омного фидера Это же KSV 5.3, нельзя работать А какой же должна быть антенна-то? А если мы посмотрим Вот он, кстати, да Вот еще что появилось Давайте масштаб токов даже чуть-чуть увеличим И мы видим, что вот токи вот так вот у нас Вот так ток распределяется Вот Можно посмотреть распределение токов, например, на других частотах То есть, когда сколько волн вот тут появится И так далее, и так далее Вот Ну, сейчас наша задача пока спроектировать полностью антенну Итак, мы произвели базовые расчеты Посмотрели на диаграмму направленности Там все вроде так Это вроде ничего, да Но нам же надо как-то выяснить Че, вот мы сделали 19-метровую антенну А че, она же KSV большой Вот, как так-то А не сложно догадаться Вот мы в вычислениях Уменьшали... Увеличивали частоту И KSV падает, да То есть, ну, соответственно Уменьшали длину волны И KSV уменьшается Причем сильно Почти на единицу Это значит, что нам необходимо Увеличить длину антенны Для того, чтобы попасть на нашу искомую частоту То есть, 0.074 Вернем 0.074 сюда И произведем еще раз расчеты Так, 6, 59, 6,6, да Давайте изменим наш провод так, чтобы... Наш дипль так, чтобы он оказался настроенным в резонанс Это можно сделать двумя способами Оптимизация Это будет произведен автоматический расчет Подгон антенны под необходимые параметры Об этом поговорим позднее Но пока поиграем вручную Пока поиграем вручную Есть два способа Вручную изменить антенну Мы можем использовать правку провода То, что я уже показывал Описание провода И вот Меняем здесь Можно координаты менять Здесь, соответственно, все будет меняться Можем менять, наоборот, длину Тогда будут меняться координаты Ну, давайте ради интереса тут видим По одному сантиметру добавляется Ой, и даже по одному миллиметру Ужас какой Ну, давайте сделаем, например, антенну 19,5 метров Раз и сразу появились Правильные координаты Да, окей Антенна у нас увеличилась Результаты расчетов сбросились Пропали токи Все И, кстати, да Вот антенна выбрана И можно видеть здесь Краткие характеристики антенны В правом нижнем углу Длина 19,5 метров Все Возвращаемся снова в вычисление И проверяем, что у нас получилось Бабах 3,85 Обратим внимание 63 условно ома Сопротивление Это, кстати, вот хорошо Опять же, мало Мы видим, что сопротивление По-прежнему емкостное То есть, отрицательная Мнимая часть КСВ уже ниже 4 Это хорошо В принципе, практически любой Встроенный тюнер В практически любом Транссивере Или вообще внешний Антенный тюнер Без проблем с этим справится И вполне себе неплохо будет работать Антенны Но, тем не менее Хотелось бы лучше Поэтому мы изменим Еще раз Другим способом Через вкладку Геометрия Через вкладку Геометрия Давайте посмотрим А что у нас же Может получиться Еще раз У нас получилась Мнимая часть Отрицательная В вычислениях Значит, антенна Слишком короткая Слишком высокая емкость Ну и давайте Попробуем добавить Ну, скажем По Ну, по 15 сантиметров Еще ради интереса Вот, чтобы Покороче Покороче Печатать Минус 9,9 И, скажем 9,9 Пускай у нас Остается центр симметрии Прямо вот в нулевой точке То есть 0,00 Возвращаемся сюда И видим, что Опять же У нас изменилась длина антенны 19,8 Да? Я добавил там По 15 сантиметров Каждую сторону Запускаем снова Вычисления Частота сохраняется Ничего никуда не делось Опа! 2,74 Реактивное сопротивление По-прежнему Отрицательное Все еще мало Все еще мало Мы оптимизировали При этом Если посмотреть Видите Токи растут Ток возрастает 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 Пучность Все увеличивается Увеличивается Потому что Антенна близится К своему резонансу Конечно Опять же Нужно Дальше двигаться Снова Идем В описание И добавляем Ну например Еще Вот там был 19,8 Да? Давайте добавим Еще 40 сантиметров Опять пропали Токи Возвращаемся В вычисления Чпок 1,8 Прекрасно Можно работать И все равно Антенна коротковата Смотрим Уже все Выходит практически За диапазон Да? За За зону Видимости программы Отлично Мы приближаемся Приближаемся Давайте еще Добавим Сантиметров 10 И я думаю Нет не 10 Еще 20 Наверное 24 метра И скорее всего Мы попадем Туда куда надо Бабаха Все Вот КСВ полтора Практически Лучше Уже быть Ну можно конечно Но все равно Лучше полутора Не получится Потому что Импеданс будет Где-то 73 ома Как я думаю Если вы помните Изотропный Диполь Изотропный Излучатель В свободном пространстве Имеет Что-то Около 73 ом Импеданс Активного Сопротивления И ноль Реактивного Как мы видим Мы собственно Именно к этому Результату Практически И пришли Ну КСВ полтора Все Можно работать Диаграмма Направленности Не изменилась Что логично И все Ток у нас Конечно Возрос Просто бешено Все замечательно При том Что Заметьте В источнике Мы ничего Не меняли Абсолютно Как вот было Здесь 10 вольт Подводимого Что такое 10 вольт Подводимого 10 в квадрате Разделить на 50 Что получается Сколько ватт 100 На 50 2 ватта Вот 2 ватта Мощности Можно ради смеха Сделать наше 100 ватт Например 73 вольта 73 вольта Подводимых Это будет примерно 100 ватт Ну если мне память Не изменяет 73 в квадрате Поделить на 50 Проверьте меня Если я не прав Вот И произведем Еще раз Вычисления Понятное дело Ток огромный Сразу стал Ну потому что Мощность увеличилась Ток возрос Само собой Вот Все Все Вот в принципе Мы нашу антенну Построили Ну а теперь Свободное пространство Это свободное пространство Да вот где-то 2 2.15 Разница Между 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 Реальным И Нашим Диполем Точнее так Между идеальным И нашим Созданным Диполем Вот Чуть Хуже 12 На 0.12 Децибел Хуже Идеального Изотропа Вот Ну понятное дело Ну никогда Мы к нему Не приблизимся Давайте теперь Все-таки Посмотрим Над реальной Землей Как это выглядит Нажимаем Пуск И высота 10 метров А вот теперь Будет уже интересно Чпок И КСВ изменился И усиление Появилось Внезапно Как вы видите При этом Пропала Вот это вот ДБД Относительно Диполя Ну потому что Потому что Потому Лучший И единственный В общем-то Способ В действительности Прикинуть Что у нас Получается Относительно Диполя Ну условно Конечно Идеального Идеального В свободном Пространстве Это вот Из этой Величины Вычесть Как раз Вот эти Вот там 2.2 2.4 Ну я обычно 2.5 Вообще Просто выкидываю Так на глаз Так считать В уме Быстрее Выкидываем 2.5 И получаем Ну примерно 3.5 дБ Усиления И конечно же У нас Изменилась Диаграмма Направленности Пропала Восьмерка Сразу же Появился Круговой И конечно же Антенна Стала лупить В зенит Пропало Излучение Под нулевым Углом Вот Что такое В действительности Мана Вот зачем Она нужна Теперь мы можем Приблизительно Предсказать А где у нас Максимум Излучения В окне Расчетов Вот диаграмма Направленности Вот в этой Вот В поле Расчета Мы видим Сразу Где у нас Максимальное Усиление Мы можем Тыкнуть Вот куда угодно Посмотреть Какие углы Тут как меняется Излучение И так далее Да конечно Вот по оси Х Это максимум Излучения По прежнему Сохраняется То есть вот он 6 Ну условно 3,5 децибела Реальных Я имею ввиду Вот А здесь Он уменьшается Вдоль оси То есть вдоль Оси самого Диполя Причем разница Составляет Больше 1 децибела Почему Ну правильно Потому что Минимум диаграммы Направленности У Диполя Соответственно Вдоль его оси А вот по Углу атаки По возвышению Максимума Излучения Но понятное дело Антенна низко Висит Все еще Для 40 метров Всего лишь Четверо длины волны 10 метров Высота подвеса Напоминаю Вот она 10 метров Это вот Самая минимальная Высота Где вот хоть как-то Антенна еще будет Ну более-менее Вдаль Куда-то еще Стрелять Но тем не менее Вот Все Вот 2,5 ДБИ Это вот 156 градусов Относительно горизонта Давайте посмотрим Вдоль положительной оси Вот 2,5 ДБИ 24 градуса В принципе Это неплохо Даже 2,5 То есть Это как обычный Диполь То есть Вот честные 100 ватт Вот Вот под таким углом Будут приблизительно Излучены А вот Куда-то в ноль Практически В горизонт Туда На Супер ДХ Прям вот Супер Супер ДХ Под минимальным углом Горизонта Излучения практически Не будет Как мы видим Там Ослабление на 7 ДБ Где-то вот Под нулевым Под одним градусом Минус 23 ДБ То есть Там в тысячу раз В тысячу В сто В сто раз То есть Меньше одного вата Условной Подводимой мощности Из ста Будет Излучаться Вот под углом Один градус горизонта То есть В общем-то Эта антенна Конечно же В первую очередь Лупит в зенит Чтобы посмотреть Поиграться Например Высотой подвеса Чем-то еще Таким Вот Вот это Как раз То что нам нужно Это идеальный Инструмент Который очень быстро Позволяет все это сделать Вот зачем нужна Мана Ну давайте На 12 метров Поднимем Дипль Посмотрим Что изменится Вангую Что изменится Усиление Разумеется Изменится Сопротивление Конечно же КСВ Чпок КСВ Возрастает Сопротивление Возрастает Разумеется Падает Усиление На высоте 12 метров Диаграмма направленности Меняется Обратите внимание Теперь у нас Те же самые 2,5 децибела Вот сейчас 22 градуса Уже видите То было 25 По-моему Во 21 градус Уже к горизонту Еще больше Сплющивается Вот начинает Появляться снова Вот эта вот Восьмерка Там условная И так далее Видите Как сплющивается Вдоль оси Диаграмма направленности Ну и конечно же Конечно же Вот Вот Тут уже начинает Кое-как Проявляться Свойства Диполя Вот именно Вот этой восьмерки Но в реальном Пространстве В реально Над реальной землей И начинает Потихонечку Диаграмма направленности Прижиматься К земле То есть мы видим Что в зенит Она уже не так Сильно лупит Давайте поднимем Диполь еще выше 15 метров Чпок Расчет такой О КСВ уже ближе К двум Тут надо Вот учитывать Вот Вот опять же Зачем нужна Эта программа Мы можем Предсказать Что Слишком большое Сопротивление У нас Да Уже близкое К сотне практически Ом КСВ соответственно Будет около двух Вот А нам нужно Добиться Соответственно КСВ это Ближе к единице Само собой Мы этого и будем Добиваться Сейчас Усиление Ну чуть-чуть Возросло Диаграмма направленности Еще сильнее Прижимается К земле Вот уже 17 градусов 2.3 ДБИ Да Сколько тут На 18 Будет 2.6 Вот Все сильнее Прижимается К горизонту Вот она Все вытягивается Расплющивается И начинает Уже Действительно Походить Вот на такую Фасолину На бобы Если хотите Ну вот И если посмотреть На диаграмму Направленности В 3D Если у кого-то С пространственным Мышлением Плохо Вот пожалуйста Вот как это выглядит Синенький Вот этот Вот это Дипль Вот вдоль Оси Y Вот То есть Максимум Излучения Будет Направлен На Ну плюс-минус Конечно ДХ-вые трассы Конечно Все что лучше 30 градусов По максимуму Излучения Относительно Горизонта Вот 30 градусов Там 25-20 Это прям ДХ-вые такие Это хорошо Вот В принципе Неплохо Вот это как раз И есть Оптимальная высота Наверное Диполя Это вот Для 40 метров Метров 15 Может быть 20 А давайте посмотрим Что мы можем Добиться на 20 метрах 20 метров Над реальной землей КСВС Уменьшился 1.9 Снова мы получили Обратите внимание 20 метров 73 ома Ну 72 Условно КСВ Такой-то Такой-то Но усиление Огромное Стало Внезапно Почему А потому что Антенна Располагается На половине Длины волны Это практически Оптимально Вот Диаграмма Все ближе и ближе К восьмерке Вжалость Зенитное излучение Мы так сказать Вот какой-то Такой Знаете Вот Если говорить о петле Такой вот Щелевый эффект Появляется И лепестки Начинают прижиматься К земле То есть Максимум Излучения Вот смотрите Вот Лучше Диполя Вот так Он излучает Уже при угле Одиннадцать градусов К горизонту Великолепно Все Вот прям Вот прям Диксовая антенна На двадцать метров Подвешиваем Горизонтальный Диполь На сороковку И прекрасно Работаем Это прям вообще Это вот очень Хорошая И самое главное Простая антенна То есть По факту Это просто Разрезанный Пополам Кусок проволоки И запитанный В середину Через Симметрирующий Широкополосный Трансформатор Один к одному Даже просто Не трансформатор Один к одному А просто Через симметрирующее Устройство Через дроссель Запорный Хотя бы Этого будет достаточно Для того Чтобы получить Хорошую антенну Но У нас изменилось Сопротивление Опять же Коротковат Коротковат Давайте Снова Произведем Небольшое Увеличение Ой Это Ой Это много Ну Давайте До Двадцати С половиной Метров И снова Вычисляем Так СВ падает Усиление Выросло На Одну Сотую Децибела Маловато Давайте Добавим Еще Давайте Добавим Еще Пять Сантиметров Вот Вот Мы можем Играться Практически Бесконечно Пока Не Подберем Какой Подходящий Вариант Как несложно догадаться Именно Вот такой Дипль Очень удобно Питать 75-омным Фидером Именно Поэтому Кстати Кстати Именно Поэтому Самый Самый Дешевый Кабель 75-омный Как видите Обыкновенный Дипль Он всегда Практически Всегда Он близок К 75-омам Ну Конечно Ничто Не мешает Вот 50-омным Запитывать Почему Ну Потому Что Лучше Двух Все равно КСВ То есть Разница Как таковая Мы Этих Потеря Не Заметим Абсолютно Вот так Все очень просто Друзья мои И вот Собственно На этом Зачем Мне не надо Новый антон Открывать Собственно Все Вот на этом Пожалуй Что Первую Такую Вводную Часть По Манагал Можно В принципе И закончить Давайте Такое Вам В качестве Домашнего Задания Еще раз Пересмотрите Ролик Если кто Не понял В первую Очередь Это касается Скажем Так Коллег Которые В возрасте И все Боятся Заниматься Компьютером Боятся Антенны Трогать Мне сказали Надо вот так И все Это в журнале Было написано 40 лет назад Или вот У Ротхамеля Ребят Ротхамель устарел Безнадежно Кстати Если вы будете Делать дельты По Ротхамелю Например Дельты Квадрат Ромбы И все такое Ребят Вы ошибетесь Это не работает Это неправда Это правда Конечно Но на тот момент Это было Еще очень плохо Развит Именно Вот эти Методы Расчетов И к сожалению В реальности Никто не проверял Ротхамеля А на самом деле После того Как это все Стало проверяться Оказалось Ротхамель Во многом Очень неправ Поэтому Берите Антенны Берите Все в свои руки Ну или На худой конец Почитайте Собственно Самого Того же Гончаренко Очень простым Понятным языком Все изложено Так что Очень рекомендую Еще хорошая Антенна Еще хорошие Книжки Если мне не изменяет Память За авторством Харченко Того самого Который Описывал И много у кого Стоят как раз Такие антенны До сих пор И кстати Прекрасно работают Антенны Харченко Может видели Да Вот эти Би квадрат Харченко Так называемый Или как он там Симметричный Какой-то там В общем как-то так Вот с отражателями То есть Вот это красивое Это то с чего Потом начали Разработку Вот этих Так называемых Польских решеток Которые много У кого стояли В 90-х годах Там даже в нулевых И работали С эфирным телевидением Так вот Вот Харченко Например У него Кстати тоже хорошо Причем Все расчеты Гораздо лучше Чем у Ротхамеля Например Получались Так что вот Друзья мои Ну в качестве Домашнего задания Вот попробуйте Оптимизировать Этот дипль дальше Только делайте Это пожалуйста Вручную А в следующем ролике Я с вами Вместе Поиграемся Вот этим Окошком Друзья мои То есть Окошко Оптимизация Мы возложим Оптимизацию Антенны Автоматический Подбор Параметров Антенн И так далее На саму Программу Вот Я покажу Как вот На четко Выбранную Частоту Четко Выбранную Антенну Сделать Мы Сделаем так Что Антенна Что программа Выдаст нам Абсолютно точно Рассчитанные нами Заданными нами Параметрами То есть Вот Условно Для высоты Точно знаю Что у меня 17 метров Средняя точка Там Или Вот я точно знаю Что у меня 17 метров Антенна Вот Все Вот Все Кровь из носа И под ней ничего нет Там вот Все Окей Для 17 метров Кстати 90 Ом 1,88 Но тем не менее Все равно будет работать Вот То есть Мы в общем-то Подошли Если посмотреть Кстати Вот как я и сказал 41 метр Пополам 20 с половиной Если что Вот Значит Вот В следующем уроке Мы как раз И посмотрим Как же это сделать И чего здесь Интересного Еще можно Изобразить Ну и конечно Начнем проектировать Более наверное Сложные антенны Ну а на сегодня Все Ребят Не теряйтесь Оставайтесь на связи Если что-то Произойдет с ютубом Ну я думаю Что в гугл Все-таки конечно Работает очень много Дураков И скажем так Слишком толерантно Относящихся К Ко всякому Гейству И пропаганде Вот так вот Будем говорить Слишком лояльных Ко всякой дуре Людей Ну Вероятно Что Скажем так В качестве Поганой метлы Наверное Пройдутся По ютубу В конце концов И если что Конечно же Ссылка в описании Телеграм Ребят Телеграм Не смогли Заблокировать Наши власти Соответственно И уж точно Мозгов И желаний И возможностей Не хватит Заблокировать Во всем мире Вот Ни у кого Ни в одной стране мира Не получится Телеграм Заблокировать Так что Друзья мои В Телеграм Обязательно Заходите Там всегда Можно задать вопрос Я частенько Там на связи Постоянно Мониториваю Все сообщения Читаю Вот можете Видеть Да Вот еще Три сообщения Мне вот Прилетело В Телеграм Так что Я вот Все время Практически На связи Всегда Даже когда Я на работе Со мной Всегда можно Поговорить Пообщаться И если Что-то Произойдет Все ролики Будут доступны В Телеграм Я туда же Буду как-то там Заливать Там что-нибудь Придумаю И если Есть возможность Посоветуйте Мне Какую-то площадку Еще Вот кто-то Из блогеров Бежит на Дзен В принципе Неплохо Я согласен Надо поговорить С Яндексом Как там чего Вот Ну а в плане Монетизации Как вы знаете У меня реклама На канале Всегда была отключена Я с нее дохода То толком и не получал Да и доход этот Смешной Абсолютно Там что-то Рублей 100 200 300 в месяц При хорошем Раскладе Там До 500 рублей Наверное Получалось Ну в лучшем случае Это ребят Ну так Знаете Шаурмы погрызть В принципе Это абсолютно Недостойный Человек Труд Получается Да Дворники Получают больше Вот Так что Тут голый Энтузиазм Так что Поддерживать канал Можно только Реально Лайком Репостом Там и так далее Там сохраняйте себе Вот Вот и все Я Абсолютно Бескорыстный В принципе В этом смысле Человек И Любыми знаниями Всегда делюсь с удовольствием И наоборот Для меня кайф Как раз Кому нибудь Мозг запарить Вот до упора Прямо Прямо Настолько Чтобы мне сказали Господи Какой же ты нудный Вот Потому Ну люблю я это дело Вот Люблю я это дело Кому нибудь Можешь присесть И не затыкаясь Чесать языком Вот Так что Друзья мои Вот Без проблем Со мной всегда Можно поговорить В телеграм И так далее Вот Как я сказал В телеграме Вот Скорее всего Весь контент Будет доступен Ну и В качестве Домашнего задания Как я сказал Дооптимизируйте Эту антенну Для своей высоты Для каких-то Своих реальных условий Ну например Там Прикиньте Вот Живете вы Например На четвертом этаже Есть там еще Напротив Такая же Там например Пятиэтажка Или что-то такое Вот Попробуйте создать Антенну Вот Для своих условий На какой-нибудь Диапазон Прикиньте Высоту Попробуйте там Как-то поиграться С длиной Может как-то С расположением Антенны Поиграться Поиграйтесь С вертикальной Высотой Ведь фокус-то В чем Смотрите Мы же можем Антенну наклонить Вот допустим У меня есть возможность Вот Вот так да У меня есть Возможность Нет Вот Елки Как я ее так Повернул Что она у меня Во Значит У меня есть возможность Не вот так горизонтально Натянуть Ну условно Вот так Два дома стоят Да И вот между домами Я натянул Вот эту веревку А вот нет У меня такой возможности Я живу Например Там на верхнем этаже Условно на пятом Или там на девятом И у меня есть возможность Только на дерево Вниз ее куда-то скинуть А как же это сделать Да очень просто Смотрите Так же Описание провода Вы видели Опа Есть Азимутальный угол Это поворот В горизонтальной плоскости А есть Зенитный угол 90 градусов От зенита Как несложно догадаться Это ну Ну Это горизонталь Это ноль Вот Ноль Ноль градусов Относительно горизонта А можем сделать Например 45 Видим Меняются координаты Появляются координаты Отрицательные Положительные Z Длина 3D диаграмму О Очень вперед Вперед излучает Зато Она очень хорошо Будет излучать Сюда И вот Сюда Вот Вот Видите Вот Зачем Нужна Мана Вот И она Прям Отлично Позволяет Оценить Вот Все Это Дело Опа И Даже Вот Какая-то Прям Дырдочка Дырдочка Образуется Интересно Интересно Так что Вот Друзья мои Вот Вам Домашнее Задание Попробуйте Какую-то Свою Антенну Такую Вот Простенький Диполь Спроектировать Ну И Конечно Мы Продолжим Это Все Дело Изучать Видите Какой Ток Появился Тот Был Синий А этот Красный Дело В том Вертикальная Горизонтальная Поляризация Друзья мои Так что Во Вертик В основном В основном Вот Если вот так Сделать ВХ Мы можем Увидеть Что Во Направленность Вертикальной Поляризации Вот такая Вот В горизонтале Понятное дело Это все Та же Самая Восьмерка Вот И В общем-то Классика Вот это Вот Вот это Вот Да Вот это И вот это А вот Вертикальной Вертикальной Поляризации Излучает Он вот так То есть Очень даже Направленно И в итоге Суммарная Total Суммарная Диаграмма Направленности Получается Вот такой Видите Как все Просто И интересно Так что Вот так Даже Комбинированные Вот эти Комбинированные Излучения То есть Вертикаль Горизонталь Можно даже Круговую Кстати Замутить Правда Здесь она Не рассчитывается Но можно даже Спиральное Излучение То есть Круговое Излучение Как она Называется Ну да Круговая Поляризация Даже Такое Можно Замутить Можно Сделать Спиральную Антенну И посмотреть А что Получится А вот Так Друзья Мои Все Все На этом На сегодня Я с вами Прощаюсь Не теряйтесь Оставайтесь На связи С вами был Бутылку С личной Позывной Роман Третий Павел Леонид Николай Всем Мирного Неба над головой Моей Родной Стране Советскому Союзу Я желаю Победы И возрождения Восстанем Из пепла Ребята Ну и Как кричали Тут недавно Взятые В плен Идиоты Слова Украине В составе Российской Федерации Не-не-не Я не поддерживаю Захватнические войны Не-не-не Я против войны Войны нет Спецоперация Друзья мои Все Все Всем успехов Всем успехов Абсолютно В первую очередь Конечно же В нашем общем Радиолюбительском деле До связи До встречи В эфире И на земле Всем 73